Расскажу сегодня об одной из базовых стойк, как принято говорить, о гунду. Начнем с того, что само понятие стойка не совсем точное, не совсем верное, потому что стойка – это в китайском языке имеется такое слово ЦЯЦА. ЦЯЦА – это конструкция. Да, это вот стойка. А вот МАБУ, ГУНГУ, ЧЕБУ и так далее – это все. БУ – это шаги. И весь этот раздел называется БУФА. То есть метод шагов. Поэтому, если говорить правильно, то вообще-то это стойка лук. Именно не лучника, а лук. Почему? Потому что лучник так не стоит. А вот лук, это слышно, действительно напоминает. Потому что вот тело лука и питьева. Каковы требования к ГУНГУ? Да, ГУНГУ, как и любая другая стойка, но будем называть это стойками, потому что так людям привычнее, короче, изучается совсем не для того, чтобы выйти в бою, перемещаться в этих стойках. Стойки изучаются для чего? Для того, чтобы освоить тот вариант шага, в котором будет реализовано то или иное техническое действие. В ГУНГУ реализуется очень много действий. То есть во время, во время это не некая замер и мёртвая форма, это некий принцип движения. То есть вот, допустим, я делаю удар или выталкиваю, и в момент выпускания я на долю секунды оказываюсь в позиции ГУНГУ. Потому что это одна из наиболее удобных для этого действия позиции. То есть я использую принцип этого шага. Как же выглядит этот шаг? Как он выглядит в статике? В статике у ГУНГУ есть несколько показателей. Стопы, передняя стопа, или чётко по направлению движения, или чуть внутрь. Почему? Потому что в нижней части ноги, не в стопе, а в ГУНГУ, усилие идёт по скручивающей спирали. А задняя стопа, она развернута где-то, условно говоря, раза по 30, по направлению движения. Тело фронтально, не так. У стойки есть ширина, это расстояние по фронту, между пятками. Ну, примерно ширина плеч. То есть нельзя стоять вот так вот, как на БУМе. У вас не будет поперечной устойчивости. И у стойки есть длина. Длина вот она. Если я опускаюсь на колено задней ноги, то оно должно оказаться на обновлении спяткой передней ноги. Как работают штопы? Это отдельная песня, требующая длительного разбора. А вот стопа при выполнении шага в ГУНГУ, она над землей перемещается по дуге. Несколько напоминаю коньковый ход. Двигаться в ГУНГУ можно и вперёд, и назад. За счёт чего начинается движение? Движение не начинается ни в коем случае за счёт выталкивания. Движение начинается за счёт отпускания. Или, как тоже не очень удачный перевод, расслабления. В китайском это вообще фансон. Фан – отпустить, сон – расслабление. Правильнее, наверное, было бы переводить как «отпускание напряжения». Ну, будем говорить, как принято – расслабление. На старт начинается за счёт фансон. То есть, я отпускаю поясницу и как будто соскальзываю. Как будто соскальзываю вниз с горки. Как будто соскальзываю вниз с горки. Как вперёд, так и назад. Что ещё надо обратить внимание на то, что нет выпрыгивания. Мы, когда перемещаемся, мы переходим в среднюю фазу, как будто чуть подсаживаюсь. То есть, уровень макушки всё время один и тот же. Был такой известный мастер Унань, который родился. Больным и слабым наняли ему учителя. Учитель его загонял. У него ещё ноги были разной длины. Потом всё выравнилось, слава богу, ждали занятия. Так вот, учитель его очень жестоко тренировал. Загонял его под высокий китайский стол. И тот в маку перемещался под этим столом. Представьте себе, что вы упираетесь головой в потолок или в такой вот стол и под ним перемещаетесь. Вот, пожалуй, всё. Поецать. 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 Продолжение следует...